Скоро в школу. Подготовка к ней процесс непростой и многосторонний. В каких условиях будут учиться дети и насколько они отвечают стандартам. Об этом материал из Сардаринской области. Как мы видим, здесь не все школы готовы принять учеников на должном уровне. Всего в регионе насчитывается 303 школы. В них обучается более 150 тысяч детей. Некоторую тревогу вызывает пятая школа, расположенная в Махале-Ташкент, Марзоабадского района. В рассчитанной на 400 мест образование получают более 700 учащихся. Процесс проходит в две смены. Не хватает преподавателей русского и английского языков. Ремонт делают исходя из собственных возможностей и энтузиазма. Присоединились к нему и родители. Сегодня здесь получают образование 720 учащихся. Не хватает кабинетов. Нет условий заниматься после уроков. Если честно, нам сложно работать в две смены. К сожалению, в новом учебном году дети будут продолжать проводить предметные опыты и эксперименты по химии и физике на устаревшем оборудовании. Как мы видим, они совсем не соответствуют современным стандартам образования. Электропроводка открыта, в плохом состоянии и полы в кабинетах. В этой школе не было капитального ремонта с 1983 года. Нет компьютера в кабинете информатики. Давали заявку, но до сих пор нет ответа. В объекте в нашей камере попали и спортивные залы школы, которые уже давно устарели. Очевидно, здесь не было ремонта много лет. Оборудование не соответствует ни требованиям, ни ожиданиям учащихся. Есть кружки по футболу, баскетболу и тейквондо. Проводим занятия по шахматам. Наши дети не раз принимали участие в соревнованиях, где занимали почетные места. В основном не хватает мячей. Они все односезонные. Следующий адрес – школа номер 4. Рассчитана она на 800 мест. Получает образование 550 учащихся. Школа была капитально отремонтирована в 2016 году. Кабинеты почти готовы к новому школьному сезону. В этом году будет соответствовать современным условиям учебного процесса и школа номер 16, расположенная в Махале Яньгихайот. Она была включена в программу «Обот Махаля». Нельзя сказать, что здание общеобразовательной школы номер 7 в Кулистанском районе полностью готово к предстоящим занятиям. Построенное в 1991 году здание рассчитано на 420 учащихся. Занятия проводятся в две смены. В этом году были проведены ремонтные работы за счет средств спонсоров и родителей. Не хватило только на библиотеку и спортивную площадку. Кстати, 5-я общеобразовательная школа города Гулистана также была отремонтирована за счет средств родителей и уже 1 июля была готова принять учащихся. Однако 10 дней назад в школе почему-то начались строительные работы. Двери и рамы были полностью сняты и, как обещают, будут заменены на новые. Успеют ли они к началу учебного года, покажет время. Ну а следующий адрес – школа номер 8. Все двери классов сняты. Спортивная площадка совсем не соответствует требованиям. Парты в плачевном состоянии. А до начала учебы осталось чуть больше двух недель. Успеют ли ответственные лица решить эти проблемы? Вопрос остается открытым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok